здравствуйте дорогие подписчики и зрители моего канала меня зовут дмитрий и сегодня мы с вами продолжаем проходить и при этом мы с вами сегодня будем грязно работать как так уж вышло город тоже охвачен гражданской войной революция бушует его всю пожинает свои кровавые плоды и нам безопасно оставлять всех живыми или по крайней мере в сознании говорят в обраковка скота сильно озаренные контролирует сейчас некоторые районы и я не скажу что от этого стало более безопасно на улице они словно бешеные звери убивают всех кого не попадет нас увидят также безозрение совести просто прирежет или повесит служителей закона в кавычках и без своего собственного кармана в данном случае то же самое либо они доиграли вместе со знатью вот кстати они место тут довольно таки сложно и нам придется постараться успею успею или нет вряд ли успею но я постараюсь успеть это было конечно сурово тут у нас что мягко говоря такая тревожище ощущение что здесь где то есть вход в подземелье страшные опасные и во них живут библиотекари прям как в метро и что же у нас тут смотрите сколько всего полезного документ который возможно будет нам полезен это кстати про тот стол где мы с вами табличку выкрутили или не выкрутили там есть табличка однозначно текс дайте мне немножко здесь покорались там тот верху стоит вот гаденыша куда же вы идете посмотрела молодец хочу попробовать наверх забраться и того наверху снять так посмотрите я отсюда вижу вот такую штучку великолепно наши стрелы настолько упороты что они даже не пробивает то что нам надо пробить хорошо не хотят по-хорошему мы же можем и печень постучать город давай учитывая ветхость этих домов целое искусство поднять бесшумно раму что я с вами видео вот это здесь вот сейчас подождите ка уважаемый это что за вот так да 2 2 2 2 2 2 2 прыгнуть некуда потому что надо он ту вот забить еще чтобы меня не пробило об поеду ой-ой-ой-ой надо же так было просто волосица повторим всю процедуру на крайне там наверняка что не цененькая найдем но если нет то нет о о о о о о Ну-ка, прыгай. Ой-ой-ой. Тихо, ты меня не видишь. Я эта стена. Гороку левый. Вот ты хорошо. Теперь можно, в принципе, пойти на ту сторону и там снять... Вот когда он туда идет. Может и увидеть. Ладно, я ничего не понял. Оба всполошились, да? Да успокойтесь, все хорошо. Он просто потерял сознание. От нервов. Вы знаете. Все плохо. Гражданская война. Гражданская война. Гражданская война. Минус? Ну-ка, повернись. Повернись, касатель. да и все всего лишь ради пары вещей знаю гордиться особо нечем пришлось столько людей отправить поспать мы будем надеяться что у них голова болеть не будет у города все-таки рука набитая и легкая открой же сказал бы что прямо из так данное место очень-очень советую посетить тем кто только начинает свою дорогу вора и еще нету денег чтобы прикупить всяких шняк порядок сами видите уже второй сундучок открыли маленький сколько нужных вещей стрелы и все такое а вот тут в принципе денюжка все босса я иду хотя нет тут же еще пилить и пилить ребят почему-то я совсем забыл что он же где-то на набережной в портовом районе нам еще сквозь бордель проходить ну вот так этого надо выпилить или нет в принципе не надо на меня кто-то хочет напасть помогите да-да хотел бы напасть я бы его пришиб наверно вот тоже паникер по старому проторенному пути сейчас пройдем как мы помним тут тоже дорожка весьма таки безопасненько безопасненькая так вот все опс ну а чушь ты здесь спокойной ночи самая малость осталось пройти опс вот был же я здесь, да? нет, смотрите А вот ты был. Монетка! Так, лишь бы тут нигде не было дядечки с флакелом, иначе там все очень плохо для нас кончится. Все, босса, ты подождешь, если что, а я пошел к лодочке. Сегодня мы отправимся с вами в приютный сирот, где прошло похоже детство Эйрелем и Гарретом. Я вдруг вспомнил, почему ненавижу лодки. Да? Ну а я ненавижу плавать, так что залазь. Нет, на веслах буду я. Из тебя гребец, как из меня танцор. Давай, зарядка тебе не помешает. За вмешательство генерала я чудом сбежал из крепости, моя рука тому порука. Но обнаружить большой сейф и осколок камня примали бы в неожиданности, я не вспоминал о нем с того несчастного случая. Вообще трудно о чем-то думать, когда кругом призраки озарены. Что там сказал Эйрин о моем видении? Иди в приют Мойре. Не успел все прочесть. Какая связь между Эйрин и Мойрой? Ты веришь в привидения? Духи. Но когда мертвые возвращаются и донимают живых людей, карают их за грехи. Ты думаешь, Эйрин тебе так вернулась? Не знаю. Наверное. Ты давай это не пугай меня раньше времени. Я помню ритуал, потом какой-то взрыв. Эйрин погибла. Никогда этого не забуду. А все остальное пропало. Ай, Гаррет, брось. Я же знаю, ты не стал бы рисковать жизнью этой девахи. Она сама накликает. Ну да. Но при этом она обвиняет все равно меня. Где-то здесь сокрыт ответ. Я это чувствую. Со времен бунта здесь воцелилась странная тишина. Кто-то здесь я встречал. Несколько водок приплыли сюда. Нет. Гаррет. Не знаю, что ты здесь хочешь найти, но будь начеку. Сам не стань призраком. Я и так был призраком всю жизнь. Плак-плак. Надо сделать нам. Уже очень давно плохая репутация. Найду ли я тебя там? Да. Страху сколько могли, а не нагнали. Атмосферы, собственно, тоже. Уже. Я, например, сразу собираюсь краситься. Если пару водок сюда приплыло и при этом не вернулось. Будем считать, что они просто здесь остались, да? Ну, просто им тут понравилось. Всем же нравится вот такой. Туман. Мистика. Уже любите, эээ, клуб эзотериков. Любители привидений. вот так давай бедро и свечу им я ухи дом голова ой обратно то нею вылезти помните ребят это приют мэрой что-то вроде тюрьмы было детский концу лагерь заперто это чтобы не пускать к себе или не выпускать выпускать будем реалистами да и я не пойду туда и за какие коврижки пойду-ка лучше и обратно к босса глядишь успею покричать после вернись я передумал нет вы жирный не пролезу ладно меня кто-то ждет я пошутил и ну-ка посмотрите ко мне о боже ожидаем ожидаем все это ожидаем были начнем отсюда кто-то смог подержать тебя под замком ирин узнайте где содержали ирин а вот не хочу журнал посещений 17 05 42 года нет посетителей 18 нет посетителей 19 пациентка номер 63 приняла лорда абер кромби вы еще скажите что она его дочь и 20 нет посетителей 21 пациентка 18 приняла своего покровителя 22 нет пасе и все либо капец им пришел либо либо что-то там случилось не надо нагнетать обстановку а я фухоны ладно боюсь боюсь суши и ты бы хоть не знаю там за ручку провела что ли и посюда с чего-то дарами а свечки не зажгутся нет я не настаиваю такое ощущение что музыка нагнетает на питание не таять давай успокоилась а мне представляете такой город куча ножниц кружек зеркал если я поймаюсь меня засмеют скажешь совсем псих новый пациент 23 число принимал пациента 18 молодая женщина по государственному направлению доставлена под охраной состояние средней тяжести многочисленные ссадины и сломанные кости одурманена без сознания мне предписано поддерживать это состояние в связи с крайней агрессивностью пациентки перейдем на женское отделение центральный изолятор для наблюдения и лечения вы еще скажите что она живая и теперь ну и поняли что теперь ну и поняли что теперь понятно я 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 try оценю вариант если приперед то приперед давай стул закачайся все по закону жанра должно развиваться нет это замки барона почему дом презрения для него так важно видишься войти до конца сугубо добровольно разумеется то есть ты мне предлагаешь сейчас выйти из игры спрятаться в уголку и плакать как маленькая девочка нет я не пойду туда за какие ковришки так 8 число этого месяца 42 года ключ от женского отделения перемещен на мой стол в мужском отделении танцовщица прокралась к столу у крова ключи дразнила и мы лингвистку если ключ вам нужен что едва ли приходите ко мне когда я не на вахте доктор штедман вот видите настоящий концлагер даже немец здесь в главной роли так так скажите мне стоит ли идти искать ключ который ведет место где все полы забрызганы кровью вот так чисто и успокоение моей совести вдруг я один такой считающий что не стоит вот неудачно упаду меня эти ножницы в моей сумке всего и стык вот это нехило порезали весьма нехило вы это видели твое налево идет я туда не пойду нет ребята я туда правда не пойду Там скважинка есть? Ладно, давайте вскроем, я бы сказал вскроем. Тут чересчур светло. Не находите? Так, где-то кто-то кулак дал. Такс. Да и всё ради одного чайника. Эти двери меня пугают примерно так же, как в своё время многие двери пугали в Resident Evil. Помните, там такая чёрная дверь и непонятно, кто за ней есть или нету никого. Так откроешь что-нибудь и обсираешься потом. Это что там? Это же Эрин, да? Вы все прекрасно видели, плюс манекены. Крошь. Пее. Тут всех порвали, где-нибудь у меня за прямоту, все в крови. Капец, но мой документ. Что-то намечается. Ладно, давайте прочитаем документы. Ну, серьезно, мне там страшно. Развлечения. 6.05. Обзор трех скетчей. 18.05. Выбор леди Аперетта в пяти частях. 3.06. Кабаре Фелиции Клавесин. 21.06. Празднование Дня Солнца. 2.07. Ужин с доктором Штеттманом. Это еще был доктор? А что если... Эм... Вы это видели, да? Что если те монстры, пока на них свет не попадет, они невидимые? И я сейчас расхаживаю в месте и куча невидимых монстров. Так, ребятки, давайте серию пока что здесь закончим. Я просто не знаю, куда пока двигаться и очень не хочу сейчас просто взять и умереть. Там мы с вами были. Всего лишь на один этаж спустились, а как все поменялось-то? Ну ладно, соберусь силами и сейчас буквально-таки сразу продолжу наше прохождение. А пока что благодарю вас всех за просмотр, надеюсь, вам нравится. Оставайтесь все так же со мной на канале. До скорых встреч, всем вам удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!